Парк пригородной пассажирской компании «Содружество» пополнили три новых вагона. Это стало возможным благодаря программе обновления подвижного состава. С начала ноября два новых вагона стали курсировать и в Янаульском районе. Теперь местные жители могут добраться до Нефтекамска и Сарапула в более комфортных условиях. Вагоны оснащены системами климат-контроля и автоинформирования. Есть зоны для зарядки телефонов, экологически чистые туалеты, современной системы пожарной сигнализации и связи с персоналом. После высадки пассажиров проводник начинает обработку всех поверхностей салона – поручни, сиденья, туалета – дезинфицирующими средствами, после чего вагон закрывается на 15 минут. Только по завершению общей обработки проводник впускает новых пассажиров. Ну, изменился на лучшую сторону. Вагоны лучше стали. Пассажиры как-то понимают нас. Ну, нормально. Двери автоматически открываются. Это отопление автоматическое у нас. Все чисто в вагоне новое. Насчет работы ничего не изменилось. Только просто вагоны поняли и стали. Пассажиры были так и есть. Все в масках, все в перчатках. Поток пассажиров не пропал у нас. Так что пассажир всегда есть. Сарапула ездим полный вагон. По словам проводников, работать в новых вагонах значительно удобнее. Благодаря новому оборудованию, многие рабочие моменты стали проще. Да и сами пассажиры отмечают, что поездки стали приятнее. Ну, маршрут я на Ул-Нефтекамск уже ездил давно. Сколько себя помню, как говорится, уже сюда пришла, уже ездили маршрут. Были, конечно, вагоны совершенно другие. Сейчас, сами видите, что вагоны усовершенствованы. Очень удобные в воспользовании. Теплые. Пассажирам очень нравится. Проводники тоже уже привыкли, работают. На данный момент вот у нас осталось два вагона. В Нефтекамске. Я на Ул-Нефтекамск ходит. Один курсирует, один вагон. Я на Ул-Сарапула. Вот мы ездить начали. Курсируем. Там два вагона. Почему? Потому что у нас не хватает одного вагона. Там очень большая населенность. И пассажиры ездят. Второй вагон востребован был. Пассажиры благодарят. Конечно, бывает и в устной форме. И так. Им всем нравится. Они были удивлены. То, что новые вагоны. Они в восторге. Что все-таки о них тоже думают. Что тепло, комфортно. Начали больше, как говорится, уделять внимание на дезообработке этих вагонов. Больше начали убираться. МБ-3 обрабатывать. Дезо-тапсами обрабатывать. Также пассажирам предлагаем маски, перчатки, чтобы они одевали. Если же нет, то у нас есть в продаже они. Мы им предлагаем эти маски, перчатки. Вагон не пускаем без масок. Также и в билетных кассах никто не обелечивает без масок, перчаток. В пункте формирования вагонов обрабатываются вагоны. Моются. Самое главное, что действительно хорошо проводникам. Есть автоматическая дверь. Также микроволновая печка уже хорошо. Почему? Потому что здесь девочки работают сутками. Бывает, что и по двое суток. И никогда не успеваешь и домой сходить. Тут уже удобно. Тут если с детьми поедут, можно, конечно, согреть. И еду, и молоко, и все можно сделать. Есть холодильник. Также есть кулер. Воспользоваться можно. Есть вот кипятильник титан там у нас. Продаем чайную продукцию. Вот. В основном так вот. Есть кондиционер. Электроотопление у нас тут. На вагоне тепло, не холодно, нигде ничего не продувает. Биотуалеты у нас имеются. Где можно вот даже на остановочных пунктах воспользоваться этими туалетами. Раньше нельзя было, где санитарные зоны мы закрывали. И в больших станциях закрывали туалеты. А сейчас, пожалуйста, можно воспользоваться и туалетами. Вместимость плацкартного вагона 54 человека. В сидячих вагонах вмещается порядка 80 пассажиров. Ежедневно сотни жителей совершают поездки по направлению Нефтекамской-Сарапул. Сейчас они могут провести это время в уютной, удобной, современной обстановке. Гульнара Ситтикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 2 миллионов 16 тысяч жителей. В Башкортостане их число без малого 13 тысяч человек. За последние сутки прибавилось еще 125 заболевших. О ситуации с COVID-19 в нашем районе расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 19 ноября в Янаульском районе зарегистрировано 1211 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них один пациент госпитализирован в инфекционное отделение Янаульской СРБ. Один пациент продолжает получать медицинскую помощь в республиканском учреждении. 104 человека находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID-19. Выписано с выздоровлением 1076 пациентов, что составляет 89% от выявленных больных. Итого на данный момент в районе 106 человек получают медицинскую помощь диагнозом COVID. На карантине на 14 дней находится 50 контактных лиц. За весь период в Янаульском районе зарегистрировано 105 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 245 человек. Все подразделения Янаульской СРБ работают в режиме повышенной готовности. Ежедневно в амбулаторно-поликлинических подразделениях и на дому проводится забор мазков на COVID. Есть изменения в порядке оказания медицинской помощи больным и контактным. Согласно новому постановлению номер 35, подписанному главным санитарным врачом России Анной Поповой, те пациенты, у которых был установлен COVID, могут быть выписаны из больничного после одного отрицательного анализа. Ранее необходимо было сдать два мазка. Это упрощает этап выписки, снижает нагрузку на лаборатории и тем самым быстрее позволяет человеку выйти на работу. Что касается тех, кто находится на самоизоляции, им не нужно сейчас сдавать анализ на ПЦР, если у них нет никаких клинических проявлений инфекции. То есть в 14 дней человек находится на самоизоляции, и если у него не проявляются симптомы COVID, то он также может приступить к своей работе, и с него будут сняты ограничения по самоизоляции. Есть в этом случае исключение из правил. Оно касается выписки контактных лиц, работающих в социальных учреждениях, домах престарелых, организациях самообслуживания, либо кто проживает в коммунальных квартирах. Даже если у них не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, то допуск на работу в любом случае возможен только после проведения однократного тестирования. Если мазок будет отрицательный, то человек может идти на работу. Вот эти новости. Еще раз мы рекомендуем населению района соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски, соблюдать дистанцию. Будьте здоровы! В Башкортостане продолжается акция «Помоги учиться дома» по поддержке детей, перешедших на дистанционное обучение в условиях пандемии. Учеников из нуждающихся семей обеспечивают гаджетами, чтобы они могли осваивать школьную программу в онлайн-формате. Списки тех, кому необходима такая помощь, предоставили отделы образования каждого муниципалитета республики. Сегодня подарки от регионального отделения партии «Единая Россия» получили и наульские школьники. В числе счастливчиков ученица школы имени Радика Гореева Айгуль Гайнулина. Своё будущее старшеклассница мечтает связать с медициной, и этот презент принесет пользу в учебе уверенно школьницам. Еще один планшет доставили ученику лицея Рустаму Латыпову. Молодой человек дружит со спортом и планирует после 9 класса поступить в колледж. Артур Якупов также ученик 9 класса. Он увлекается информатикой. Современный компактный гаджет пришелся ему как нельзя кстати. Сейчас большая часть ребят проходит школьную программу дистанционно. Так как у нас дети в дистанционной форме обучаются только в городе Янаул, поэтому были определены городские школы для того, чтобы предоставить планшеты детям. И вот школой определили 4 ребенка 9 классов из многодетных малоимущих семей, которым мы сегодня раздали планшеты. Надеемся, что детям эти планшеты помогут в дистанционном обучении. Уже 9 месяц работники Управления жилищно-коммунального хозяйства обрабатывают подъезды многоквартирных домов специальными дезинфицирующими средствами. Главная цель этих работ – недопущение распространения коронавирусной инфекции. Перед каждой обработкой оповещаются старшие по дому, после подписывается акт выполненных работ. Всего дезинфицируется 477 подъездов. Независимо от того, находятся ли эти дома на обслуживании компании, везде проводятся дезинфицирующие работы. Управляющая организация УЖКХ продолжается работа по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся на нашем управлении. Продолжаются работы по дезинфекции общего имущества в многоквартирных домах, в том числе дезинфицируем поверхности почтовых ящиков, перил, стен, лестничных клеток, ступеней, дверей, в том числе входных дверей в подъезд. Дезинфекция проводится с дезинфицирующим средством Авербак. В дезинфекции задействовано более 27 сотрудников. Дезинфекция проводится согласно графику, установленных на информационных досках в два раза в месяц. Также бывает неплановая обработка подъездов. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Ветер западный, юго-западный. Ночью 1,6 метров в секунду, днем 7,12 метров в секунду. В северных районах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 12, минус 17. Местами минус 18, минус 23. Днем минус 4, минус 9 градусов. 19 ноября. День ракетных войск и артиллерии. В этот день, в 1942 году, в 7.30 утра в Сталинграде с залпами «Катюш» началась 80-минутная артподготовка. 3,5 тысячи орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг был подавлен с оглушительным огнем. А в 8.50 утра началась наступательная операция советских войск под кодовым названием «Уран». Как же там было? Сим, Слабим, Быстро Приготовитус! Эх, ну не получается у меня бытовая магия! Приготовление пищи не просто необходимость, а целое искусство. А чтобы получить от этого настоящее удовольствие, нужна хорошая посуда. С магазином ДАР любая женщина может стать волшебницей на кухне. А тарелочки какие! Загляденье! Ждем вас с 9 утра до 6 часов вечера на Аксакова, 14. Как не пустить коронавирус на ваше рабочее место? Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течение дня. Откажитесь от рукопожатий хотя бы на время. Соблюдайте дистанцию. Держите рабочее место в чистоте. Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь. Проветривайте помещение. Не ходите обедать группой. Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва. Проводите рабочее совещание удаленно. Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность. Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете. Будьте здоровы! Спой, птичка. Спой. 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 В Башкортостане проживает более 1 миллиона людей пенсионного возраста. Пенсия – это наша возможность покупать продукты, одежду, лекарства и просто жить. Заплатите налоги вовремя, чтобы пенсионеры получили пенсию тоже вовремя. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95. Огонь беспощаден. Он не прощает беспечность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok